приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 5 декабря 2021 года поговорим о том что за сегодня народный праздник что обязательно в этот день нужно сделать что ни в коем случае никому сегодня нельзя из дома выносить чем это чревато также уделим внимание лунному календарю на 5 декабря очень много полезной важной и интересной информации поэтому обязательно досмотрите это видео до конца а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации итак друзья начинаем с вами с народного календаря на 5 декабря сегодня по народному календарю день прокопия а вот согласно церковному календарю сегодня вспоминают святого чудотворца прокопия который жил еще в четвертом веке народе этот день отмечают как прокопьев день с 5 декабря на руси начали с ярмарки с прокопьева дня и чаще всего они проводились в москве на лубянке куда съезжался народ со всех окраин обычно на санях ведь к этой дате уже устанавливался надежный санный путь но прежде чем отправляться в дорогу на льду ставили колья светошью паклей или соломой вехи смотрели не проваливаются ли они в прорубь и по ним ориентировались стоит ехать по водоему или нет традиционно на прокопе днем мужики ездили по дрова а по возвращению ремонтировали или делали сани по окончанию работы всем селом устраивался большой праздник во время которого готовили рыбу и варили пиво а также проводилось в этот день мужицкое братания женщины утром 5 декабря отправлялись в лес за травой так называемые эфилии которые согласно народным приметам и народным поверьям росла только в снегу это растение обладала огромными целебными свойствами и излечивал от болезней помогала растущему организму быть крепче и сильнее поэтому траву заваривали обычно для детей потом женщины проводили день в приготовлении еды для всей семьи пекли пресные блинчики а также пироги после ткали и шили вечером же заваривали чай из шиповника с добавлением трав и меда чаевничали с подругами рассказывали друг другу интересные истории и конечно же проводили гадания даже существовало у наших предков однонародная примета если 5 декабря лошадь провезет пустые сани то будет после лениться вести и груз поэтому в сани садились целой гурьбой и погоняли коня вокруг деревни после приезда кормили его досыта оса не обязательно утирали тряпочкой как бы под ними стирали и трижды читали молитву отче наш в день прокопия 5 декабря проводили разрез различные обряды на то чтобы сани ни в коем случае не ломались обычно этим самостоятельно занимались хозяева этого зимнего транспорта но конечно бывало обращались и к с ведущим в магии людям знахарям ведуньям и колдунам рожденный 5 декабря человек который четко следует своему предназначению они являются полноправными хозяевами своей судьбы счастье полностью находится в их руках главное сделать правильный выбор и плодотворно работать над собой они не сбиваются с пути в лесу и в жизни в качестве талисмана им подходит турмалин этот камень может пробудить в человеке скрытые таланты и творческие силы черный турмалин способен притягивать темные силы поэтому его с древности использовали в разных магических ритуалах на день прокопия который приходится у нас на 5 декабря наши предки собирали специальные запрещающие приметы и если им верить то основное что было нельзя делать 5 декабря это пить крепкие алкогольные напитки дело в том что согласно поверьям в тело выпившего крепкий алкоголь может влететь нечистая сила и поселиться там навсегда такой человек не сможет отказаться от спиртного и в итоге превратиться в горького пьяницу потому народными приметами 5 декабря и разбрешается распитие только пиво которое наши предки варили именно в этот день считает что этот напиток обладает волшебной силой и спасает от всех бед и невзгод в день прокопия нельзя было покупать и дарить живые цветы иначе они заберут энергию у хозяев дома поэтому в качестве подарка лучше преподнести букет например из конфет а вот есть если же кто-то по незнанию все-таки подарит вам цветы 5 декабря то их нужно поставить нежилом помещении в коридоре на балконе на веранде но главное не там где вы спите также не стоит сегодня храните старые вещи сегодня их нужно обязательно отдать нуждающимся считается что если так не сделать то очень скоро получится получится не только обновить свой гардероб но и выгнать из дома тоску ссоры и недомолвки между родными людьми кроме одежды в день прокопия можно отдать и предметы обихода единственное это исключение не стоит никому давать 5 декабря это соль и сахар потому что вместе с этими продуктами вы можете отдать семейное счастье и благополучие нельзя было 5 декабря давать деньги соседям в долг так как можно с ними надолго и сильно поссориться кстати муку и воду тоже им сегодня не рекомендуется давать так как тогда по народным приметам придется жить в проголодь 5 декабря воспрещается стелить гостям постель на которой ранее спали супруги потому что это может привести к распаду семье лучше всего иметь в обиходе дополнительный комплект белья на котором будут спать только гости нельзя было и 5 декабря пристально смотреть друг другу в глаза это может очень надолго разозлить и люди могут надолго поссориться особенно это касалось влюбленных такой взгляд может привести к длительному разладу и даже разрыву отношений и сегодня ко всем делам 5 декабря надо относиться очень серьезно тот кто будет выполнять работу спустя рукава к сожалению потеряет скором будущем все свои сбережения далее друзья у нас с вами лунный календарь на 5 декабря 2021 года сегодня у нас с вами первый и второй лунный день начала растущая луны луна в знаке зодиака козерог сегодняшний день это день начинаний поэтому можете постепенно уже приступать к намеченным накануне важным делам но делайте это только во второй половине лунного дня в первой половине продолжайте строить еще планы потому что это время повышает амбициозность и агрессивность лучше сегодня уменьшите внешние контакты чтобы энергия агрессивности не нарушила ваши планы вторая половина дня будет более благоприятно растет работоспособность активизируется научная и практическая деятельность смело осваивайте новые знания в любой области сейчас это весьма будет своевременно этот день полон созидательной энергии все что вы запланировали вчера можно начинать реализовывать луна позволит в этот день понять собственное отношение ко многим вещам окружающим вас начиная от своего меню и заканчивая любимым человеком если прислушаться к внутреннему голосу то вы можете наконец разрешить многие свои сомнения и быть уверенным в правильности выбранного пути так как луна в знаке зодиака козерог она нам дает возможность улучшить наши социальные отношения с людьми которые взрослее и старше по званию и возрасту каждый человек имеет возможность достичь успехов материального плана эффективно выбора дела или профессию мне рекомендуется ограничивать себя общением ваша улыбка будет отражаться на лицах других людей поэтому деловитость и лаконичность характерны для любого вида деятельностей с осторожностью принимайте все новое и необычное цените порядок и надежность такое время нарушаются правила инструкции и законы минимальным числом в некоторых делах могут возникнуть нередко различные препятствия более часто в форме ограничительных предписаний и правил поэтому первая половина дня будет благоприятно для построения планов но их показать и все-таки лучше держать при себе щедрость и доброта проявленные сегодня будут очень уместны сделайте кому-нибудь подарок может быть стоит начать самого себя знаете есть такой девиз как передай добро по кругу и именно так вы можете сегодня сделать а вот деньги данные сегодня в долг вернуться к вам сполна и во время весьма уместно будет благотворительность но сегодня противопоказано злость и также плохой день для каких-либо судебных процессов что касательно стрижки то сегодняшняя стрижка волос увеличивает энергию здоровья состояние всех органов чувств улучшается а почти пищеварительная и выделительные системы начинают работать активнее мозговое кровообращение нормализуется сегодняшний день это день активных действий все новое пойдет вам только на пользу поэтому выберите выберите именно этот день для похода в парикмахерскую если вам захотелось что-то привнести в свой образ волосы после стрижки наберут сил и быстро смогут отрасти не бойтесь сегодня принимать смелые решения и пробовать новые варианты стрижки или укладки время для наращивания волос тоже благоприятное но желательно при этом использовать натуральные волосы проведите сегодня оздоровительные косметические процедуры и ваши волосы просто засияют если сегодня у вас нет желания стричься то это время хорошо подойдет для поиска новых укладок и причесок окраска натуральными красителями ваших волос притянет энергию денег сегодня разрешены любые эксперименты с прическами человек сегодня насыщается силами природы и возвращается повседневной жизни но обращаем ваше внимание что сегодня противопоказано злость и все-таки плохой день для судебных процессов поэтому если есть то лучше всего если вы перенесете свой судебные процессы или разбирательство на какой-либо другой день друзья ну что энергия начинает потихоньку выравниваться луна начинает уже делать первые шаги к росту а мы соответственно с вами уже можем заниматься более глобальными делами поэтому пожалуйста примите всю информацию к сведению а мы с вами прощаемся и услышимся уже с друзья в следующем видео